В полдень 23 мая в Главное управление МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре на улице Спартака, дом номер 47. Возгорание произошло на территории предприятия по переработке мусора. Столб черного дыма был виден из разных районов Твери. Огонь охватил двухэтажное электрифицированное кирпичное здание размером 70 на 30 метров. В 12.02 на место прибыли первые подразделения пожарной охраны. На тушении работало несколько звеньев, автоцистерны, прибыли бригады скорой и электросетей. На 12.34 площадь загорание составило тысячи квадратных метров. В 13.03 возгорание было локализовано, в 18.35 объявлено о полной ликвидации пожара. К тушению привлекалось 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России, 48 человек и 16 единиц техники. Никто из людей не пострадал. На время ликвидации пожара движение транспорта по улице Спартака было ограничено. Причину возгорания устанавливают дознаватели. В региональном УМВД журналистам рассказали о выявлении и пресечении фальсифицированной алкогольной и табачной продукции. Было выявлено 43 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и 27 преступлений в сфере незаконного оборота табачной продукции. Это статья 171.1 УК РФ и статья 180 УК РФ. Из незаконного оборота было изъято 3581 декалитр алкогольной продукции. Кроме того, 4388 декалитров алкогольной продукции было изъято по решению суда. В последние годы зафиксирован рост таких преступлений. Это связано с санкционной войной против России. Ряд зарегистрированных товарных марок и брендов ушли с российского рынка, однако указанные бренды, торговые знаки остаются востребованы среди населения. И, соответственно, злоумышленники заинтересованы в том, чтобы указанную продукцию продолжать поставлять, в том числе и фальсифицированную, на рынок Российской Федерации, в том числе на территорию нашего субъекта. Бытует ошибочное мнение. Раз бренд из страны ушел, то он не защищен от подделок. Российская Федерация, как добросовестный исполнитель, не вышла ни из одного договора международного, в том числе, по соблюдению авторских и смежных прав. И даже ушедшие бренды все равно подпадают под действием российского законодательства о защите указанных прав и законных интересов правобладателей. Многие уголовные дела по контрафактной продукции дошли до суда. Так пресечена деятельность этнической ОПГ, состоящей из лидеров азербайджанской диаспоры, распространяющей в регионе немаркированную алкогольную и табаченную продукции. Ежемесячный оборот деятельности данной преступной группы составлял более 15 миллионов рублей. Деятельность данной группы была силами сотрудников управления экономической безопасности предотвращена, пресечена. Из незаконного оборота была изъята продукция на несколько десятков миллионов рублей. Уголовное дело было расследовано в отношении указанных лиц, направлено в суд. С квалифицирующим признаком совершено в составе организованной преступной группы. Указанные лица были осуждены. В последнее время в Тверском регионе не зафиксировано ни одного случая отравления суррогатным алкоголем. На территории других регионов люди массово начали умирать от употребления яблочной сидора, в котором в продукте был обнаружен метиловый спирт метанол, который является ядом. У нас сразу же после того, как на территории пяти субъектов были обнаружены данная продукция, все сотрудники нашего управления совместно с сотрудниками ОПАС начали массовую отработку оптов розничных предприятий на территорию нашего региона. В ходе чего нам удалось на территории региона изъять порядка 120 литров данного яблочного сидора, который еще не успел поступить в розничную сеть. Соответственно, было предотвращено факт возможного отравления граждан. Но массовый характер это у нас опять-таки же не носило. А вот именно случаев массового отравления метиловым спиртом метанолом у нас, слава богу, на территории региона уже давно не зарегистрировано. Оборот алкогольной и табачной продукции, подчеркнул Алексей Голубев, находится в сфере государственного регулирования с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также экономических интересов государства. В патрульную службу обратились владелицы конюшни в селе Даниловское. Уже несколько дней они ищут пропавших питомцев, которые ушли в неизвестном направлении. Посмотрите внимательно, бегая кобыла пони и гнидой годовалый жеребенок. Последний след беглецов обрывается по пути в Ребеево. Просьба всех, кто видел жеребенка и пони, а также тех, кто готов помочь в поисках, звонить по указанным телефонам. Продолжение следует...